Собрать имена всех фронтовиков, а их было почти 33 миллиона, тех, кто пропал без вести, погиб, вернулся домой живым – цель проекта. Подвиг каждого в Великой Отечественной войне сохранят в единой базе данных. И даже больше. Откроется новая информация, которую раньше не знали. Ведется исследовательская работа. Военным комиссариатом в корпорацию ИЛАР, эта корпорация ИЛАР занимается как раз сбором данных, представлены материалы на 176 451 участников Великой Отечественной войны. В том числе на 10 410 человек – это материалы с фотографией. Фотографии есть и военных лет, есть и послевоенного периода. По сути, это новая акция, которая объединяет всех россиян. От них ждут фотографии их дедов, их письма, собирают сведения о героях войны школьники, студенты, общественные организации. И продолжат это делать после 9 мая, пока имя каждого, в том числе тружеников тыла, не будет занесено в информационную галерею памяти. Слова огромной признательности, благодарности тем людям, которые нам помогали в сборе информации, в обработке. Это в первую очередь школы Республики Мордовия, это наши учебные заведения высшего профессионального образования. Они нам именно помогали в обработке материалов. Грандиозная галерея памяти – это дорога длиной в 1418 шагов, ведет к главному храму Вооруженных сил России в Подмосковье. Его почти достроили на средства военнослужащих России, в том числе личного состава военного комиссариата Мордовия. В год празднования 75-летия Победы вспомнит всех. Татьяна Бєбинова, Артем Руденко – Наші новості.